Меня зовут Наталья Незорова, я директор компании Reflame, звание золотого директора. Reflame я с 2001 года была клиенткой, покупала продукцию для себя, не занималась ни продажами, ничем, никакой бизнес строить вообще не собиралась. В принципе, как и многие из вас, думала, что Reflame это чисто несерьезно, что-то такое непонятное. Но однажды мне попалась книжечка в руки. Я работала учителем в школе более 10 лет, преподавала маленьким детям, учила их читать и писать. Во второй школе я работала, потом немножко 82-й, полгодика. И потом работала заместителем директора в детско-юношеском туристическом клубе. В общем, многие могут меня знать еще по этой профессии. И когда я зарабатывала, будучи зам директора, 2500 рублей, мне попалась книжка, Reflame книжка. Такая там написана, маркетинг-план. Я посмотрела, что платье директорам 18 тысяч рублей. Это был 2001 год. 2500 мейзер платье, 18 тысяч Reflame. Естественно, я стала читать ее в обратном направлении, что нужно для этого сделать. И я поняла, что нужно просто рассказывать людям о Reflame, о том, что есть замечательная продукция, что можно покупать дешевле, очень хорошие скидки, много бонусных программ. И с 2003 года я открыла предпринимательство. В 2004 году я открыла первый свой офис в детский садик «Сказка». Потом у нас очень много лет офис существовал на Кедрово, 12-я, где молодежный центр. И буквально лет, наверное, 4, может быть, года 4, мы здесь, на Луначарского. И с 2005 года я закрыла звание директора в 2005 году. Видите, 5 лет я шла до уровня директора. Но сейчас это делают гораздо быстрее уже девочки. И на сегодняшний момент я уже ас в Reflame, но я все еще учусь. Я буду сегодня тоже учиться вместе с вами, потому что лица разные. Тренироваться надо, руку надевать надо, поэтому не судите строго. И сегодня мы проводим с вами мастер-классы. И давайте выберем способ, то есть что вы хотите. То есть три варианта я вам предложила, один из трех выбираем. Я постараюсь уложиться в час. Третий. Третий, да? Значит, я показываю вам технику. На какую-то вообще. А ну уж вспоминайте, уже возвращаться не будем. Итак, я показываю вам технику нанесения. Значит, вы можете записать, потому что это все не запомнить. Можете, если книжечки есть, достать, записать. Это вам в жизни всегда пригодится. Мой друг, вы в Мисс Вселенная пойти участвовать. Конечно, у вас уже свой визажист будет там, но все-таки визажисты все красят. Можно выложить потом записи, они найдут. Да, поэтому мы сейчас выберем модель. Я думаю, что девушка, у которой волосы забраны. Да? Прошу сюда. У вас есть макияж на лице? Глаза? Чуть-чуть. Она все равно будет смыть. Сейчас быстренько. Она хитрая, она знала, что надо твой волосы забрать. Ну, для чего? Для того, чтобы у нее правильный овал лица. На ней будет легче всего демонстрировать, что. Потому что у нее нормально посаженные глаза и так далее. Значит, всегда мы начинаем макияж с подготовки. Сегодня всего четыре типажа у нас есть. Это зима, весна, лето и осень. Как определить, к какому типу вы относитесь? Есть определенные характеристики. Я не буду на этом сейчас останавливаться. Я вам скажу, у нас есть сайт ori-kotlas.ru. Вы там найдете вот эту всю цветовую гамму. То есть, какая гамма подходит вам по типажу. Там расписано, какой цвет, какой цвет волос и какие цвета вам подходят. То есть, это очень классная подсказка. Просто заходите там в декоративный макияж и смотрите. Сайт у нас там наполняется. Материалов будет много достаточно интересных. И мастер-классы там есть. Можно еще будет все пересмотреть. Но для того, чтобы смыть макияж, лицо мы готовим всегда. И сегодня я собиралась, я тоже готовилась. И скрабом лицо обязательно обработать нужно. Есть специальное средство. Есть экспресс-снятие макияжа. Это вот такая жидкость, два в одном. То есть, и снимает макияж, и увлажняет. Поэтому мы для того, чтобы сильно не затрудняться... Так, зеркальце видишь себе? Повернись тогда сюда, а? Так, приступай. Так, значит, я вам расскажу, вот буквально пока у нас... Как зовут у нас модель? Катя. Пока Катя у нас снимает макияж, я вам расскажу, что есть вот такие специальные анализаторы для типа кожи. Да, можно определить. Вы потом подойдете, попробуете. Не будем на этом останавливаться. Можно определить, что у вас кожи не хватает. Можно определить тип кожи. Сухой или жирный. Анализатор, буквально там одна секунда он работает. Это очень быстро. И исходя из этого, вы уже выбираете средства для очищения кожи. Так, вот смотрите, если молочко... Вот многие из вас смывают макияж молочком. Есть такие? Нет. Ну почему? Я не знаю, потому что молочко... Комфортное ощущение после молочка? Лицо не споласкиваешь, не споласкиваешь. А то никому пользуешься после молочка, пользуешься. Молодец. Значит, о чем это говорит? У Кати нормальный тип кожи совершенно. А если мы посмотрим на ее лицо, обратите внимание, у нее поры все закрыты. То есть нет ярко выделенных таких раскрытых точек на носу. Поэтому вы, когда будете подбирать средства по уходу за лицом, это очень важно. Потому что макияж будет ложиться на эти средства уже. То есть когда вы уже лицо очистили, очень часто многие делают ошибку. Они не знают, что есть специальные пенки для умывания, гель для умывания. То есть если вы смываете косметику водой, значит у вас скорее всего комбинированный тип кожи или жирный. Если вам от молочка некомфортно. То есть молочком протерли, и вдруг вот знаете, такое вот есть ощущение, что хочется еще умыться. Вот это вот, например, у меня. У меня комбинированный тип кожи. А если вы нормально пользуетесь молочком, то у вас нормальный тип кожи, да, или ближе к сухому. Понятно, да? Как правильно молочком смывать макияж? Берете ватный диск, обильно смачиваете его молочком. Протираете нежно по массажным линиям. Спасибо, Ирина. По массажным линиям. Вот у вас центр лица. По массажным линиям от центра к периферии. Вы протираете лицо, потом берете следующий ватный диск, уже смачиваете тоником и убираете остатки молочка. Если вы тоником не пользуетесь, то вы просто размазываете грязь по лицу в очередной раз, да, накладывая тональную основу и крем уже на лицо. А это средства, которые должны идти в паре обязательно. То есть без этого это недостаточно, без этого тоже это недостаточно. Понятно, да? То есть это основы ухода за кожей. И то же самое для жирной и комбинированной кожи. Тоники содержат спиртовые добавки. Обычно 3-4% спирта содержится в этих тониках. Для чего? Для того, чтобы поры стягивались, чтобы они закрывались. И если у вас комбинированный тип кожи, вы умыли лицо пентой, полотеночком промокнули и нанесли тоник на лицо, то вы должны почувствовать, что у вас мурашки бегут по лицу. То есть это спирт испаряться начинает, поры начинают закрываться. Таким образом лицо подготовлено уже к принятию крема. И далее мы наносим крем. Вам сколько лет, Катя? В 16 лет дневной крем, если вы пользуетесь дневным кремом, то лучше брать крем увлажняющий или защитный. Ни в коем случае никаких антивозрастных, никаких питательных кремов. Вам не надо, потому что у вашей кожи еще достаточно своего ресурса для того, чтобы выглядеть очень красиво. Дневные кремы обычно рекомендуется с 20 лет, то есть с 16 по потребности, с 20 лет рекомендуется уже использовать. А ночные кремы, кто знает, со скольки лет? С 25, вот Ирина подсказала уже, да, то есть с 25 лет ночной крем. Если, конечно, и раньше не требуется кожа. Можно и попозже, если не требуется? Нет, попозже уже нельзя. Объясняю почему. Женщина в 43 будет выглядеть на 53, если она в 25 не стала пользоваться кремом. А для женщины по продлению молодости это очень важно. Вы это поймете с возрастом. Вот мне 43 года, поэтому мне очень важно, чтобы я выглядела хорошо. Я утром встаю на зеркало, на себя смотрю и думаю, господи, на кого я похожа. А в этом раз кремик нанесла, это сделала, вроде уже на человека похожа. Поэтому женщина получает удовольствие, если она себе нравится. Крем 24-часового действия, вот этот. Здесь есть вот такие вот еще зачечки SPF. SPF, знаете, что такое? Так, это уже что? Солнцезащитный фильтр, совершенно верно. Если вы не любите веснушки, вы смотрите кремы с SPF более чем 15. То есть у вас веснушек не будет вообще. Можно начинать ими пользоваться с февраля месяца. Вот как только солнышко начинает перегревать, вот все, можно уже начинать пользоваться этими кремами. Значит, Кате, мы крем не будем накладывать. Почему? Потому что у нее еще возраст позволяет без него обходиться. Мы сразу перейдем с вами дальше к тональной основе. Перед тональной основой рекомендуется еще накладывать базу. База обязательно нужна для чего? Она выравнивает свет. Он становится таким, знаете, приятно, гламурно, перламутрово сияющим. Понимаете? Вот такая вот женщина, прямо свет на бал. Вот это действительно так. Во-вторых, она содержит специальные компоненты в виде силиконов, которые заполняют все вот неровности кожи. То есть не за счет светоотражающихся частиц только, да, но еще и за счет своей текстуры заполняют все неровности кожи. И база очень хорошо для тональной основы. Тональная основа будет гораздо дольше держаться на лице, если вы используете базу под макияж. Значит, базы у нас нет, мы сразу приступаем к тональной основе. Так как это вечерний макияж, вообще тональную основу рекомендуется наносить. Я вам показываю две тональных основы. Это очень классная основа, называется она Adaptive. Она из серии Giordani Gold. Кто-нибудь пользовался? Хорошие отзывы, да, очень хорошие. То есть она достаточно такой недорогой ценовой категории по сравнению с люксовыми там, например, да, брендами. И очень достойная по своему качеству. Как подобрать тональную основу? Кто знает? На руку, если на руку, то на какое место? На какую сторону? На тыльную сторону. А? На тыльную. На тыльную, почему? Потому что там свет попадается кожа. Так, а еще? С этой стороны кожа может загореть, да, а с этой она будет более естественной. И тональную основу, если вы на лице тестируете, то ее нужно тестировать вот здесь, вот на этой скуле. Поэтому мы сейчас даем возможность Кате подобрать тон лица. Ты, может, на ручки ее льешь? Сними его, сними эти часики, чтобы не запачкать. На руке. Значит, я сразу говорю, что слоновая кость – это светловатый тон, то есть он такой универсальный, нейтральный, так скажем, да. Ей бы надо тон еще стемнеть. Попробуй, пожалуйста, вот этот натуральный беж. Каким образом? Сейчас я вам еще покажу, как косметику отличать хорошего качества от плохого. Вот смотрите, косметика идет без упаковки Арифлэм, без слюды. Обратите внимание, что во всех тональниках, во всех туалетных водах есть воздушные кломбы. То есть если вам принесли косметику, и вы нажали разики, у вас уже выдавилось, значит, кто-то ей уже нажимал до этого. То есть обязательно должна стоять воздушная пломба. Пломба вы несколько раз будете нажимать, и у вас с первого раза не получится. Нажать в минуту. Это правильно, потому что еще замок есть специальный. Так, сейчас выброшу, вот, открывается носик. Так, не тут, а вот тут. Ну, вот видите, пональе только достали. Давай, давай, работай тут. Так, вот. Значит, это много даже ты выдавила, да? Так, даю вам сейчас тестировать и тот, и другой тон. То есть начинаете отсюда, для того, чтобы вы могли подобрать. Можете полоску одну, полоску вторую нанести, потом все сотрете. Здесь у нас специальное средство есть. А? Можно пробовать, можно пробовать, да? Пожалуйста, тестируйте, пробуйте пока время, чтобы не терять. Так, ну, давай, растираю здесь. На уши. А, ты много? Да, я вот уже растянула. Так, и вот смотрите. Ну, давай, потом уберешь лишний раз. Потому что много выдавила. Вам одной капли на 3-4 человека хватит. На экономичную очень. Ну, вот, посмотрите. Значит, обратите внимание, видно? М? Не видно. Это о чем говорит? Подходит. Подходит. Потому что она обязательно должна быть в тон лицом. Тональную основу лучше даже не руками наносить. Ну, дома руками, конечно, да, можете. А лучше наносить еще кистью. Вот основу под макияж и тоналку. Так, вы нам выдавите, пожалуйста, тональное бежевое, который. Там неча бешеный, бешеный писаный. Я просто возьму сейчас. Есть еще светлее, это она. Есть светлее слоновой кости. Есть темнее. Есть еще золотистый, бежевый. Очень красивый вечерний такой свет. Кто любит, кто будет там автозагары, и кто любит позагорать поярче, например. Так, теперь смотрите, как правильно пользоваться. Значит, мы выдавливаем сначала на руку. Катя, ты будешь у нас сегодня ассистенткой. Значит, мы выдавливаем на руку. Вот смотрите, я выдавила. Теперь мы с руки, точно так же крем наносится, базы, все тональные основы. Теперь мы с руки берем и наносим на лицо. У Кати очень красивая кожа. Понимаете, ей много не надо. То есть чуть-чуть ее буквально... И то можно даже вообще бы ей не наносить. Но для правила, да, мы сделаем. Значит, то же самое все по массажным линиям. Обратите внимание, что мы не задеваем область под глазами. Вот эту вот, где у нас синие обычные круги. Вот эту область мы тональная основа не задеваем. Потому что есть специальное средство, которое наносится. Видите, не хватило. Берем снова. И вот такими мазками. Значит, что важно? Важно промазать веки. Это важно. Тональная основа, да? Значит, можно взять еще специальные такие, вот такие вот средства. Типа грунтовок там разных, да? То есть можно веки, специальные средства, чтобы тени там дольше держались и так далее. Но я всегда тональной основой делаю. Так, что еще важно? Важно обязательно губы. То есть на губы накладывается тональная основа тоже. Еще губы надо посемнее. Как вы думаете, зачем? Чтобы поманка держалась. Да, и? Цепь на цепь на цепь на цепь. Мм? Заранец. Знаете, иногда бывает, вот, ну, природа дает такое, а губы не на месте. Вот как зло, Катя, все на месте. А вот бывает, что хочется или вверх немножко их поднять, или вниз опустить. И вот тональная основа, она как раз дает возможность начертить потом контур, как вы хотите. Так, ну вот, видите, мы тоналку нанесли. На что обратить внимание? Так, Катя, мы сейчас ее всю измажем. На что обратить внимание? Носогубные складки обязательно. То есть вот эти складочки обязательно промазываем. Значит, у нее хорошо нет вот этих ртовых еще, да? Вот как у меня, например, да? Ртовых складок у нее нет. Значит, не забывайте про веки. Значит, и не забываем еще про что? Про шею. Ну, про шею можем поговорить. Про шею. То есть обычно, как девчонки молодые красят? Вот досюда. Да? Иногда бывает такое, видите, да? То есть обязательно мы мазками, не надо всю шею замазывать, как маляры. Значит, обязательно очень легкими мазками мы вот эту шею вот так вот делаем. Такой плавный переход, а еще румянами потом это будем делать. То есть вот таким образом шею все промазываем. То есть мы совсем немного нанесли основы Кате, потому что у нее идеальное лицо. Видите, никаких не прощает. Еще говорит о том, что у нее нормальный тип кожи, что ей всего достаточно. Кожу не стягивает после умывания, нет. То есть вот видите, это идеальное состояние кожи. А почему идеальное? Потому что внутренние органы работают в нормальном режиме, в рабочем. То есть никаких нет проблем. Потому что вы знаете, как только с почками проблемы, что происходит? Мешки под глазами, да? И сколько бы их не замазывали, пока вы не решите проблему с почками, да, ничего не получится. Теперь поговорим про мешки под глазами. И про различные дефекты на лице. То есть есть вот различные корректоры, которые специально выпускаются для того, чтобы скрыть какие-то дефекты на лице. Ну, какие у красивой такой девушки могут быть дефекты? Практически никаких, да? Но если у вас есть прыщи, там, да, или что-то, какие-то родимые пигментные пятна, может быть, шрамы, да, какие-то, то вы можете использовать специальные вот такие корректоры со светоотражающими частицами. Они создают оптический обман о том, что на этом месте ничего нет. Как бы, да? Теперь смотрите, как бороться с прыщами. Ну вот, не дай бог, конечно, мероприятие. Завтра у вас скачил прыщ. Что делать? А? Чем? Корректором. Корректором, да? Ну, что делают обычно девчонки молодые, когда у них прыщи? И они приходят покупать тональную основу. Мне говорят, такую погуще, чтобы намазала все. На самом деле есть специальные корректоры. Они обычно бывают в карандашах. Вот у меня здесь нет, чтобы вам показать, наверное, не вижу. На горизонте нет. Значит, чем они хороши? Они содержат антибактериальные компоненты. Значит, есть у нас еще такие карандаши, чайное дерево, не знаю, кто-нибудь видела, нет. С одной стороны зеленый, с другой коричневый. Зеленый цвет нейтрализует красноту. Вот будете искать в магазинах корректоры для прыщей, у кого такая проблема есть, ищите корректоры, где есть зеленый цвет. Пусть хотя бы половина зеленая будет. Матюша, не пешите. Почему? Потому что красный цвет, если вы будете замазывать корректором бежевым, он у вас будет заметен все равно. И поэтому сначала нужно замазывать зеленым, а потом сверху уже бежевым. Понятно, да? Теперь поговорим про корректоры для век. То есть корректоры для век, они тоже разные бывают, но в основном вот с такими тонкими кончиками. Почему? Наносятся они, я просто покажу, ей, конечно, не требуется этого, но я вам покажу принцип. То есть они наносятся, я не знаю, конечно, как вы, видите все это? Я взятка рассматривала. Тоже. А, не излучились уже, да? Давайте на один глаз сначала покажу разницу. Вот это корректор со светоотражающими частицами. Он создает оптический обман и высветляет все место ниже глаза, если это синева какая-то бы была. То есть вот таким образом наносится корректор, и затем он соединяется растушевываясь с тональной основой. Есть разница? Есть. Ну, то есть я вот отсюда вижу разницу. Я думаю, что тут просто свет, все дело в свете. Катюша, повернись. Спасибо. Спасибо. Разницу видите, да? То есть под одним глазом немножко как будто чего-то посияет, да? И, естественно, мы по второй глаз немножко нанесем тоже. Так, наносить его нужно немного. Вот его, кстати, можно и на веньки наносить вместо грунтовки. Так, и вот таким образом. Вообще лучше кисточку меньше брать, но я вот эту люблю обычно пользоваться. Да, потому что плоская. Вот эти кисти очень хороши для масок, для корректоров, для тональных основ. Кожей кремы ей наносить для лица. Так, вот мы немножко лицо освежили при помощи корректора. Куда еще можно нанести корректор? То есть можно нанести на носогубные складки. Ну, то есть вот сюда складочки. Так. Ну, то есть все, что имеет темный цвет на лице. Потом это все выровняем. Так. Куда еще можно нанести? Ну, губы. Ну, то есть по контуру губ точно так же можно нанести. Так, на лоб, ладно, не будем наносить мы сегодня, да? То есть принцип показала, да? То есть все, что... Если бы у нее еще были вот эти вот складки, можно было бы отсюда нанести. То есть этот корректор, он как раз дает возможность... Он очень легкий по своей консистенции. Он дает возможность сделать лицо более таким сияющим. Значит, вот это мы лицо подготовили уже к нанесению следующего. Следующего этапа. Это называется коррекция лица. А следующий этап у нас будет это тени. Вообще рекомендуется еще румяна наносить. Вернее, наносить пудру, потом румяна. Но мы это сделаем в конце. Потому что это будет завершающий этап коррекции лица. А сейчас мы с вами будем работать с глазами. Глаза, зеркало, души. Тени нужно уметь правильно наносить. И как их правильно наносить, сейчас я вам нарисую сначала на доске. Я нарисовала правильные формы глаз. Но я вам покажу сейчас, каким образом делается коррекция. Значит, если бывает так, что глаз вот такой. Бывают такие глаза? Да. Ну, я так образовываю. Бывают, у которых уголок опущен. Бывают, ну вот, например, здесь больше, а здесь поменьше. Бывают? Бывают. Бывают вот такие, что здесь мало, а вот здесь вот наоборот много. Бывают. В общем, формы у глаза разные. Нужно привести его к идеальной форме, миндалевидной. Для этого нужно обязательно смотреть у нас по направляющим линиям. То есть у нас есть нижняя направляющая линия. И если вы рисуете стрелки, то стрелки нужно рисовать нижнее, да, вот этим карандашиком подводите глаза. То их нужно рисовать строго, продолжая линию вверх. Просто вверх вот так вот поднимаете. Теперь смотрите дальше. Мы должны выровнять сейчас глаз. Мы проводим прямую линию. И вот она у нас пересекается с нашей линией, которой мы поднимали нижнее веко. И у нас еще есть одна складка. Значит, соответственно, мы берем и проводим точно так же прямую линию от верхней, самой высокой точки вот этих двух складок. Теперь смотрите, что происходит. Что у нас получилось? Как геометрическая фигура? Треугольник. И теперь смотрите, вот эту зону обычно, если вы хотите использовать темный цвет, мы ее затушевываем более темным оттенком. Получается вот такой, знаете, треугольник. А вот эта зона у нас идет растушевки. То есть в этой зоне мы уже делаем плавный переход от вот этой зоны к этой. Ну а с нижней линии у нас все остается, когда стрелки рисуете, вот берем отсюда, например, и выводим стрелку вот сюда, в уголок уже. Я беру для век обычные нейтральные тени. Вот мы берем бежевые и вот такой теплый, вот такой теплый зеленый. Потому что теплый оттенок кожи, теплый оттенок волос. Основу мы берем бежевую. Я очень люблю вот эти жемчужные тени, просто их обожаю. Они дают, вот они, видите, вроде коричневые такие, да, но они дают очень красивый, легкий, такой перламутровый жемчужный оттенок. То есть мы тени наносим до верхней, до брови полностью я наношу, на подвижное веко. Видите, они очень легкие по своей текстуре. И еще у Кати есть особенность, как он и у меня тоже, у нее есть выступающая вот эта косточка. Вот у меня она тоже есть, мне все время ее приходится скрывать. Потому что у меня с возрастом она стала еще и опускаться. Ну, не косточка сама, конечно, кожа. Так, вот таким образом мы глаза ее сейчас просто сделали основу. Теперь мы с вами по тому принципу, который мы только что просмотрели, будем рисовать ей вот этот самый уголок. Ну, давайте зеленый попробуем. Значит, и мы с вами сейчас будем наносить, вот они очень легкие тени. Обратите внимание, когда вы будете рисовать вот этот уголок, важно очень при растушевке, при растушевке нужно кисть вообще вот такую использовать. Таким образом они растушевываются, такими круговыми движениями обычно, да. Пока у нас красят глаза, я вам расскажу о туши, о туши, а потом о бровях. Вот у нас есть очень классная тушь, мы сегодня ее будем наносить. То есть она идет с одной стороны без ворса практически, с другой стороны идет очень такие длинные ворсинки, дает возможность она нанести и расчесать. Причем можно нанести несколько слоев, получится эффект накладных ресниц. То есть вот такой вот эффект дает эта тушь. Вот растушевали ей глаза, разные оттенки. Ну-ка, Катюша, за хрой, посмотрю. Зеленые, тут и сиреневые есть. Значит, но важно правило какое. Если вы делаете, например, ярко глаза, то губы должны быть спокойные, да. Карандаш. Вот я такой сделаю. Он и не зеленый, и не серый. Вот такой вот, вот такой оттенок. Что сделаю? Начну не... Обычно вот если мы века возьмем, если вы хотите только оттенить контур, контур глаза, то нужно взять одну треть. А дальше вы уже потом растушевывать будете его. То есть я беру и вот такими маленькими штришками вдоль прямо линии роста ресниц. И помните, да, что нужно поднимать вверх. И снизу, Катюшу вверх посмотри. То же самое, одну треть. Одну треть. И вверх, 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 смотри. Можно продолжить. Если мы будем продолжать, вспомните про этот уголок, да. Потом мы его можем растушевать, вот этот карандашик. И у нас получится... Так, вот смотрите. Вот я прям карандашом, видно, нарисовано, да? Теперь мы берем линию. Катя, глаз открой, смотри, прямо. Прямо. Теперь мы берем линию. Вот она, видите, складка идет. Наша задача, вот из этой складки, вот он уголок получается. Видите, какой? Вот в идеале, если бы мы говорили о растушевке, то мы должны вот эту стрелку вывести вот сюда. Которая закруглась. Вот сюда мы ее выводим. Так, и... Вот таким образом. Прямо карандашом. Можно сделать акцент растушевав. Вот этот именно уголок. И вот это все очень тщательно нужно растушевать. Помните, да, зона растушевки какая идет? По тушам я вам рассказала. И скажу только, как пользоваться правильно тушью. Многие думают, что они знают. Но на самом деле, значит, что важно. Когда вы тушь открываете, вам нужно ее набрать на кисть. У нас как некоторые открывают тушь? Вот так, да? Значит, важно вот таким образом вы открываете тушь. То есть вы или тюбик накручиваете на кисточку, да? Вытаскиваете. Или вы кисточкой тушь со стенок собираете все. И когда у вас вы вытаскиваете, у вас ровно столько туши, сколько надо. Многие говорят, тушь ничего не красится, потому что она жидкая. На самом деле, если тушь жидкая, значит она очень свежая. Что нужно сделать? На ночь открыть тюбик. Но не на дольше, а то засохнет. Открыть тюбик. Спирт, из которого состоит тушь. Есть туши спиртосодержащие. Есть туши на водной основе. На водной основе обычно для чувствительных глаз делают. В Reflame на водной основе нет вроде туши. Раньше была одна для чувствительных глаз, так и называлась, сейчас нету. Поэтому вы можете, значит, тушь, используя, чуть-чуть ее приоткрыть вот таким образом и положить на ночь. Ну, не плотно прикрывая крышечку. Значит, если она очень густая, а вам срочно надо, вы не знаете, куда бежать, у вас есть у всех тоники, стопроцентно, да? То есть можно капнуть тоником в тушь, каплю. Но это не значит, что вы в неделю будете тоником туда капать. На самом деле тушь вообще при открытом состоянии, сколько может использоваться, если она открыта? Три месяца. После трех месяцев надо менять. Ну что ж, вот смотрите. Теперь уже более заметно, да? Значит, что сделала Лена? Мы прорисовали уголок, и Лена очень хорошо растушевала. Вот в этом вся фишка. Еще перекрыла теней. Да. Не, как сказать, не участность карабаш. Понятно, да? Потому что если мы... Я нарисовала специально ярко, чтобы вы видели принцип, да? По какому принципу рисуются. Но очень тщательно растушевка – это залог вообще успеха именно вот в нанесении теней. И теперь смотрите. У нее есть выступающие части глаза. Помните, мы с вами говорили об этом? На эту часть обычно наносится белая тень. И сейчас я найду, которую я использую, матовые белые. Вот здесь были. Вот у меня осталось тут немножко. Вот такие матовые белые тени. Значит, я беру, наношу на кисть. И начиная от, где выступает эта точечка. Видите, у него первая вот идет здесь выступающая часть. Просто вот таким образом сверху, аккуратно очень, наношу вот этот светлый оттенок. Для того, чтобы немножко туда вот убрать вот эту вот наступающую часть. Мы сейчас еще потушуем немножко. Посмотрели? Надо растушевать. Теперь брови. Брови вообще есть очень классные, такие корректоры. Можете в магазинах такие искать, да? Ну, вариклэм они есть, мне очень не нравятся. Три цвета. Темный, средний, ну такой, это для блондинок, это для брюнеток, а это воск, который закрепляет рост ресниц. И есть очень классная кисточка, вот такая, видите, со скошенным концом, который очень хорошо прорисовывает тени. Мы возьмем светлый оттенок для Кати, потому что она русый, у нас имеет оттенок волос. Как правильно рисуется бровь? Бровь делится на три точки. Точка, Катюш, туда смотри. Значит, точка, где начинается, серединка и где заканчивается. Как же определить, правильно брови или нет? Значит, мы берем любой карандашик или там кисточку, или просто воображаем линию черти. Значит, и через уголок носа и уголок глаза прокладываем линию, так называемую. Вот это у нас будет точка начала брови. Через уголок носа и внешний угол глаза, линия, это будет окончание брови. Рисовать мы бровь начинаем от серединки. Как выяснить серединку? От носа через зрачок проводим линию и получается вот у нас точка, где бровь будет изгибаться. И мы как раз рисовать начинаем именно отсюда. Так, и вот отсюда ребрышком кисточки мы прорисовываем. Ну вот, давайте посмотрим. Вот я и прорисовала, немножко заехала, чуть-чуть, может, чуть-чуть, буквально миллиметр брать. То есть, чем нравится, что, видите, цвет, попали в цвет, попали, да? И теперь мы, вот начало точно так же. И вот этот у нас изгиб. Мы берем, просто наносим воск. Ну вот этот набор вообще у нас, девочки, все пищат, кто его там себе покупал. И просто вот так сверху по линии роста после того, как расчесали, вот таким образом бровь просто приглаживается воском. Вот так вот. Так, и этот тоже. Есть еще такой классный карандаш. Значит, для чего он нужен? Фишка. Фишка в чем этого карандаша? Он, посмотрите, он бежевого цвета. Он нужен для того, чтобы прокрасить вот эту вот сторону глаза. Таким образом, да, именно вот где выше линии роста ресниц, таким образом глаз становится более выразительным. То есть, этот карандаш, вот эти специально, а, зрительно увеличивается, совершенно верно. То есть, отодвигаете пальчиком, обязательно уголок. И глаз будет, вот смотрите, видите, совершенно другой вид стал. Заметно или нет? Заметно, да? Вот такая фишечка маленькая, а вот совершенно по-другому уже подает глаз. Ну и настал момент туши. Значит, у нас есть вот такая вот еще штучка хорошая. Это завивалка для ресниц. Тут вот силиконовая есть насадка. Значит, реснички прижимаются. И буквально там секундочки, да, какие-то. И вторая, второй глаз точно так же. Сжимаются секундочки. Значит, для чего нужно? Еще обязательно, вот если вы пользуетесь завивалками, да, пожалуйста, если вы пользуетесь завивалками для ресниц, то самое важное, нельзя тушью и завивалками для ресниц пользоваться во влажных помещениях. Потому что, если вы в ванной влажной будете пользоваться тушью, которая будет подкручивающей, у вас не будет эффекта, они сразу упадут, ресницы. Обязательно только в сухом помещении. Вот эта фишка для нанесения туши, для завивки ресниц. Значит, вот этой стороной наносишь, а этой потом расчесываешь. Держи. Значит, почему еще резко тушь нельзя открывать? Потому что там спирт, и если вы резко откроете, то она быстро засохнет, если будете резко. А еще вот так вот, так она вообще очень быстро засохнет. Еще некоторые, что делают с тушью? Они открывают, но начинают вот так вот. Есть такие среди вас? Можно не в ватную палочку. А что случилось? Заехала уже, да? Это дело, да. Так, а вот смотрите, если вы заехали тушью куда-то, в ватную палочку можно, да. Значит, вы можете дать ей возможность подсохнуть, и потом кисточкой аккуратно исчистить. Потому что тушь – это полимер, и кисточкой вы можете аккуратно убрать. Ну, кроме водостойкой. Востойкой специальным средством нам, например. То есть, дать засохнуть, и потом вот аккуратно дать, чтобы тени не попортить. И потом, что происходит? Вы когда начинаете ее закрывать, любая тушь должна закрываться до щелчка плотно. Значит, если у вас тут насохла уже, то у вас тушь неплотно закрывается, соответственно, она быстро высохнет. Теперь Катя наша закончила с глазами, да, акцент мы на глазах ей сделали, соответственно, губы будем делать не ярко. То, что касается пудр. Пудр бывают разные. Пудры бывают рассыпчатые. Вот мне очень нравится вот такой вариант в кисти. Вообще супер. Ну, такой вот воздушный, да. Есть пудры рассыпчатые, матирующие. Варианты. Мне очень нравятся вот эти пудры. Вот это у нас уже не продают. Классная вообще пудра была, супер. Я люблю рассыпчатые. Обратите внимание, вот эта пудра, она вообще белая. Такое ощущение, что это крахмал. И вот даже когда будете наносить на лицо, то такое ощущение больше, что крахмал. Но она супер классно матирует. То есть у кого есть проблема, жирный блеск, например, да, то есть вот студия, серия у нас называется. Она содержит светоотражающие частицы, но в то же время она хорошо матирует. А вот это придает бархатистость в коже. То есть кожа будет такой бархатной, мягкой. А кто знает, как правильно пользоваться рассыпчатыми пудрами? Вот смотрите, многие какую ошибку делают? Они берут кисточку для пудры. Значит, вот сюда прямо эту кисть и на лицо. А на самом деле рассыпчатые пудры использовать нужно следующим образом. Кто знает, подскажите. Ну вообще можно вот так вот еще. То есть вы встряхнули. Теперь открываете крышку. И все, что у вас на крышке, вот это вы и берете. Дальше что мы делаем? Вот так, чтобы она везде там оказалась. Дальше что делаем? Втягиваемся. Обязательно встряхнуть. И наносим опять легкими движениями по массажным линиям. Глазки закрой, чтобы тебе в глаза не насыпалось. Вот видите? Да, я смазала, я сейчас уберусь. Значит, и вот такими движениями, очень легкими. Ты у нас все равно красивая, даже со смазанными ресницами. Значит, то, что касается смазанных ресниц. Помните, я вам рассказала, кисточкой можно убрать. Значит, берем кисточку обязательно, чтобы щетинка была такая жесткая. Немного, да? И просто этой кисточкой, вот таким образом, может быть, немножко неприятно. Ну, прямо вот этими волосками. Вот то, что мы намазали. Бывает, иногда здесь, где тени. Так, с пудрой все понятно. Все понятно. Румяна остались. Последний штрих. Ну, и дальше уже блеск ли бог. Ну, конечно, мои любимые румяна. Это шариковые, это вечные румяна. Чем хороши шариковые румяна? Можно варьировать оттенок. То есть, можно убрать розовые, у вас будет такой бежевый эффект. Можно убрать бежевый эффект, у вас будет более яркий такой розовый румянец. Самый легкий принцип, как нанести румяна. Подходите к зеркалу, улыбаетесь. И вот у вас яблочки есть, да? Так называемые румяна наносятся вот на это место до виска. То есть, таким образом они растушевываются. И вот обязательно не переборщить. То же самое нанесли, нужно обязательно стряхнуть излишки. И вот сейчас тут нужно не промазать. То есть, мы... Ну, давайте я вам один штрих сделаю. Заметно? Да. Не надо сильно акцент делать. На сцену, конечно, можно чуть-чуть поярче. Да, но если вы с такими, знаете, как вот морозка. Сказка, да? Если вы вернете на сцену, это будет, конечно, смешно, да? Значит, и вот так опять второй наносите. И чем еще хороши шариковые румяна, их можно еще наносить на... Видите, сразу контур лица, он живой становится. Потому что, когда мы тоналку особенно наносим плотно, наставите, как муме лицо. Ну вот, на лоб немножко, на носик. И вот сюда. Все. Это вообще вполне достаточно для того, чтобы ее сегодня выпустить из этого кабинета. Чтобы она пошла на макияжик. Ой, вернее, пошла на дискотеку сегодня. Значит, и последний штрих – это карандаш для губ и блеск. Не будем делать акцент на губах, как договорились. Сделаем очень легкий контур. Совсем легкий. Для того, чтобы у нас блеск особо... Ну, видите, я взяла карандаш, что он губ. То есть, не надо здесь каких-то ярких оттенков. Губки у Кати красивые, очень гармоничные. Можно, конечно, посидеть, порисовать, сделать верхнюю губу чуть-чуть побольше. Такой, знаете, уже вот... Такой эффект. Его так делать не надо было, да? Да, да, да. Ну вот, открой. Обязательно не забывайте про уголки. Открой ротик. Так, значит, вот здесь вот обязательно в уголках нужно обязательно уголки прокрашивать. Знаете, почему? Потому что иногда мы берем помады, и у нас тут все нормально, а тут потекло. Там блески для губ, бывает такое, да? И еще на что обратить внимание. У Кати, и вот часто у молодежи, я по дочке знаю, очень сухие губы. Есть такая фишка? Есть. Значит, что нужно пользоваться чем? Увлажняющими помадами. То есть, если вы помадами пользуетесь, берете именно где написано увлажняющее. Значит, сначала у вас будет все скатываться на губах. Вы будете пользоваться у вас так, вот эти вот катышки будут, это все нормально. После применения, буквально через, ну, две недели, может быть, у вас 21 день вообще надо, чтобы клеточки выйти на поверхность. Вы счистите вот этот весь сухой слой. Вот и Катя тоже, да, говорю, потому что сухие, суховатые губы. И сверху у вас будут молодые, такие очень свежие, увлажненные клеточки. И любая помада будет держаться идеально. Что бы я посоветовала вам, есть такие бальзамы. Смотрите, вот есть классный бальзам. В арифламенезании в каком-то каталоге тут будут идти. Увлажняющие и смягчающие, два в одно. Вообще классно. И если, например, вы пользуетесь помадой, я, например, я беру, наношу бальзам, просто покажу разницу. Беру, например, яркую помаду. Ну, вот смотрите, я сейчас рядом вам нарисую. Вот у меня, видите, какая помада? Достаточно яркая. Вот, смотрите, для разницы. Вот она, видите, как. А вот на бальзам, смотрите, какой оттенок получается. Уже другой совершенно. То есть он идет намного светлее, меньше интенсивности. А если еще на губах будете, то вообще будет малозаметно. То есть получается, можно очень легкие оттенки, вот именно добиваться оттенков помад, используя бальзамы для губ. Карандаш мы нарисовали. Как блеск у нас. Берем кисточку. Кисточки у нас есть такие специальные. Вот такие вот, есть раньше хорошие, сейчас их не делают. Видите, удобно. Нанес помаду, закрыл ее в сумочке не пачкается. Сейчас таких нет, жалко. Вот кисточка oriflame. Видите, какой яркий блеск у меня. В самом деле он не будет яркий на ее губах. Потому что он нанесен очень-очень легко. Так, и блеск он придает выразительность. То есть он делает губы более объемными. И еще вот обратите внимание, если блеск стойкий или не стойкий. Я, кстати, знаете, что не сделала? Растушевку еще карандаша. Не забудьте. Я это не сделала. То есть вы карандаш нанесли когда? Обязательно. Вот контур сделали. Обязательно вот таким образом. Вот таким нужно будет. Вот так вот все складочки. Так вот все растушевать. Чем тщательнее вы сделаете растушевку карандашом, тем дольше у вас будет держаться помада на губах и блеск. Блески, конечно, быстрее съедаются, но есть устойчивые блески, есть устойчивые помады. Значит, в чем отличие? Обратите внимание, обычно еще рекомендуют, вот даже если помаду нанесли, блеск вот в серединку, нанести верхние губы, нижние губы для того, чтобы более объемные были губы. Значит, есть еще коррекции по губам интересные, разные. Там, когда при помощи карандаша можно сделать пухлые губы, можно тонкие губы сделать. Ну, у нас просто сейчас цель не так. По блеску стойкому. Если вы видите, написано устойчивая помада или устойчивый блеск, фишка в чем? Когда вы нанесли, его наносятся на абсолютно сухие губы. То есть уже нельзя нанести на бальзамы. Ни в коем случае. Все устойчивые средства наносятся только на сухие губы. Дальше. В течение 10-15 секунд не смыкаются губы. То есть вот вы нанесли. Обычно в такие блески для губ входит карнаубский воск. Специальный воск, который, разогреваясь на губах, закрепляется на нем. И уже в течение долгого времени вы можете носить эти блески. В Reflame такие блески есть, устойчивые. Обычно всегда приходят и говорят, вот такой блеск продали, ерунда какая-то, все скатывается. Так вот скатывается из-за чего? Нанесли на губы и вот так вот, как мы любим, сразу растирали все. Поэтому, если вы хотите, чтобы блеск дольше держался, в течение 10-15 секунд, не смыкая губы, дождать, пока он закрепится. Ну что ж, мы закончили макияж. Как вам макияж общего усилия? Хорошо. Теперь мы спросим модель. То, что ты не знала и что ты сегодня узнала новое. И то, что тебе понравилось. Из-за того, что ты потом была. Я не знала корректор для бровей. И я никогда не пользуюсь кандышом. Наверное, я узнала новое, что можно сделать. И больше, потому что мне серьезно не понимают. Значит, у нас есть... Вот так вот, да, скажем. У нас есть линия зрительная, которую мы можем провести из одного уголка до другого. Теперь смотрите, видно, где не хватает? Конечно. Конечно, видно, да? То есть мы берем и начинаем дорисовывать. То есть вот здесь. До пропорций. Это один вариант. А второй вариант? Подобрать снизу. То есть здесь накладывается темный оттенок карандаша. А мы знаем все, что темное. Это все. Значит, сначала тональная основа плотно причем. Она очень плотно намазывается. Не так, как мы Кате сегодня там слегка, да? А именно вот плотно. И причем надо корректор взять плотный. Вот под глаза мы брали легкий, а есть такие корректоры очень плотные по консистенции. Стирается вот эта линия. То есть ее незаметно. И потом темным карандашом это заштриховывается. Все. Здесь более светлый карандаш накладывается уже. Ну, как за основу берется линия. И обязательно растушевывается это все. Вот таким образом. Карандашом тут все растушевывается. У нас губы получаются пропорциональные. Поэтому вы дома можете тоже потренироваться. Все дело вот в этой линии. В уголке губ тоже более темные? В уголке, да. Вот если вы хотите губы сделать более объемные, тогда вы уголки вот эти, все, что вы хотите убрать, вы берете, убираете темным карандашом. То есть берете более темный карандаш, чем цвет ваших губ. И все. Начинаете. Вот уголки, например, заштриховываете их. Ну, если мы здесь дорисовали, да? Таким образом. Здесь вы на нет сводите. Уже. Точно так же с этой стороны. И вот получается у вас здесь более объем уже создается. Можно сделать вот здесь еще. Штриховка такая делается. Вот так вот. Получается у вас-то не такие выпуклые становятся. То есть ботокс не обязательно туда вбывать. Можно все. Вообще вот если профессиональные визажисты, вот у нас есть ролики, профессиональные визажисты работают. Я говорю, я не училась, а профессиональные визажисты, они несколько лет учатся этому. Они настолько идеально владеют вот этой карандашной штриховкой, что они могут при помощи карандаша сделать вообще коррекцию всего лица. Да, совершенно будет другой человек. Да, что для себя нового узнали сегодня на мастер-классе в нашем офисе Арифлэм Ловичарского 10. Меня зовут Марина. Мне очень понравился мастер-класс. Вообще я узнала новое, то что на нижнюю линию резниц чуть повыше наносится... Карандаш. Карандаш, да, светло. Мне очень понравилось, как выделяются глаза. Мне это очень понравилось, как запомнилось. И вот хочу тоже приобрести. То есть вы увидели это, как это происходит? Да, да. На вашей коллеге, да? Да. Так, а вам? Здравствуйте, меня зовут Кристина. Мне очень понравилось, как Наталья сделала тональную основу и как красиво сделали глаза модели. Вот узнала нового, как носить корректоры на лицо. Спасибо. Слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Мария. Больше всего мне понравилась крифтировка бровей и растушевка теней. Вот это я запомнила больше всего. Мастер-класс понравился? Да, очень понравился. Все очень понравилось. То есть модель вам тоже понравилась, как вы видели? И после, да? И так вы увидели? Да, вам. Спасибо. Скажите, вы что-нибудь? Здравствуйте, меня зовут Александра. Я сегодня была на мастер-классе в офисе Реклэйм. Мне очень понравилось. Наталья все хорошо, очень рассказала, интересно. Мне запомнилась больше всего корректировка лица и сама вообще техника выполнения макияжа. Думаете что-то применять, да? Да. Для себя на заметку некоторые моменты взяла. И надеюсь, все получится. Спасибо, удачи. Спасибо. Катюша, ты сегодня была в Адрине. Спасибо. Благодарна за то, что ты приняла в этом участие и сделала на себя такой груз. А скажи, что тебе запомнилось? Понравилось? Мне очень понравился консиль, корректор против темных пятен под глазами. Не знаю, как это называется. Это правильно, но очень хорошо так рискирует. И для бровей корректор тоже очень хороший. Мне понравилось, я не знала, что можно так носить его. То есть такие две чихи, которые ты запомнила сегодня, да? И вообще ощущение тех стресс, которые наносили на тебя, и то, как ты сейчас выглядишь. Есть что-то новенькое для тебя? Да, губы. Они стали больше, по-моему. То, что тебе не хватает иногда, да? Фикологически хочется увеличить губы, да? Молодец, замечательно. Спасибо. И вот у нас последний участник нашего сегодня красивой мастер-класса тусовки. Аня, слушаем тебя. Что тебе запомнилось? Здравствуйте. Ну, мне вообще понравился полностью мастер-класс. Мне понравилось, как рассказывала Наталья. Всё подробно, ясно и понятно. Ну, для себя новое узнало то, что, ну, можно осветлять вот под глазами. Ну, вообще коррекция всего лица. Как увеличивать губы. Ну, в общем, мне вообще всё понравилось. Я довольна. Спасибо.